всем привет с вами алекс и мы продолжаем изучать python на сайте python tutor занятие 8 тема функции и рекурсия задача длина отрезка даны четыре действительных числа x1 y1 x2 y2 напишите функцию distance x1 y1 x2 y2 вычисляющее расстояние между точкой x1 y1 и x2 y2 считайте четыре действительных числа и вы видите результат работы этой функции если вы не знаете как решить эту задачу то возможно не изучали школе теорем пифагора подробнее можно прочитать на ней в википедии давайте немножко повторим теорию расстояние между двумя точками можно найти по теорем пифагора для двухмерного случая то есть для плоскости у нас находится расстояние между квадрат расстояние между разностью x1 и x2 и y1 и y2 потом мы складываем эти значения после чего находим квадратный корень из этих величин что мы и должны сделать но перво-наперво давайте считаем эти значения считали четыре значения с помощью генератора как задавать генератора для инт мы уже знаем теперь за место инт мы указываем float число с плавающей точкой и считаем четыре значения потом эти четыре значения передаем функцию distance как ее параметры и до вызова функции вот мы здесь здесь вызываем то вызова функции мы определяем ее деф это значит английской definition то есть определение функции принимающие четыре параметра на вход и расчет расстояние квадрат разности иксов и игрегов после чего мы складываем эти две величины и после находим квадратный корень можно конечно это делать с помощью функции скверт из пакета маф но можно обойтись как возведением в степени одну вторую аналогично после отработки функции она возвращает значение distance который мы и получаем после отработки функции и выводим в print все давайте посмотрим как это работает да работает хорошо и разберем решение разработчиков так разработчики использовали пакет маф и частности функции square они импортировали не всю библиотеку маф а только ее часть вот именно данную функцию это делается для того чтобы экономить память сделали обработку аналогичную за исключением что здесь вычисляли корень с помощью функции задание ну и задание конечно организовали менее компактно так похожим образом да 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 здесь аналогично похоже да ну как видите разнообразие здесь небольшое что выбирайте тот способ который вам нравится я надеюсь разбор был полезен если же остались вопросы задавайте в комментариях предлагаете темы и вопросы для обсуждения спасибо за просмотр пока 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 пока